Добрый день, семья! Добрый день, Валерий Владимирович! Как мне приятно, вот сейчас вот прямо вот чувствуется, что есть силу в этом доме, да? Это очень хорошо. Хорошо. Новички не знают, а те, кто давно у нас, знают, что сегодня лекция в формате вопрос-ответ. И я жду ваши вопросы. Давай, Игорь. Спасибо, Игорь. А вам Валерий Владимирович такой вопрос. Как мне понять, прочувствовать и понять на самом деле, что мой третий шаг реально работает, есть какие-то критерии? И какой шаг является фундаментальным после срыва? А что сделать акцент выздоровления? Спасибо. Ничего себе вопросик. Хорошо принимаются. Еще вопросы? Давай, Денис. Денис, алкоголик. У меня такой вопрос. Так как у меня было употребление наркотических веществ, но это было достаточно давно, долгое время не употреблял, потом начал употреблять алкоголик. Сейчас я себя идентифицирую как алкоголика, но ведь совсем не идентифицирую себя как наркоман. Ну, как бы для меня наркомания – это уже пройденный этап. Пройденный этап. Я на водичке сможешь принести? Как себя идентифицировать? Что это может быть? Стоит ли, не стоит? Нужно это делать? Хорошо, поговорим об этом. Давай, Жень. Евгения, наркоманка. У меня вопрос, наверное, насущий. Проживание стрессов в реабилитации. То есть, когда стресс не просто, как в обычном дне, допустим, что с нами произошло, то есть объединение, вы просто проживание стрессов. Уточнить можешь, проживание стрессов что? Как проживать? Как проживать? Может быть, из лишнего опыта? Ну, то есть, ну, как проживать? Как я проживаю стрессы на начальном этапе? Когда там вот только новички, которые позаехали, да, в реабилитацию? Или, допустим, вот я, да, уже как бы до шести месяцев, то есть, как? Я, в принципе, нормально проживаю, но есть ребята, которые, ну, как? То есть, этот вопрос не столько к тебе относится, столько к тем, кто рядом. Рядом, я понял. Хорошо, хорошо. Ну, три вопроса, не так мало. А, ну, давай, хорошо. Тогда твой вопрос отложим. Да, Ярик. Здравствуй, Валерий Владимирович, я расслабил, вы голик наркоман. Скажите, пожалуйста, у меня такое ощущение, не ощущение, а прям встало, как будто я потерял связь с высшей силой, прям остановился. У меня остановка и в выздоровлении, и... Привет. Ну, прям ощущение, стою на месте. Угу. Хорошо, давай об этом тоже поговорим. И, Богдан? Спасибо, Богдан, наркоман. Вот с такой ситуацией столкнулся. Ну, у меня дефект, да, вот такой трусость. Сначала реабилитация, я шел на свои страхи, ну, и прям считал, что этот страх у меня ушел. Ну, как-то я себя прям... Ну, то ли безопасность я себе создал, вот. А приехав сюда, вот прям он активно, прямо аж умное сильнее стал. Ну, вот страх оценки, ну, вот это все. А я вот думаю, да, вот, выходить мне там в эту агрессивную среду, как там, если я тут, моментами прям, прям, ну, мне страшно, аж дрожу. А как, когда вы... Ну, вот прям страшно, что с этим делать? Услышал тебя. Спасибо. Давайте мы начнем с характеристик заболевания. Болезнь, зависимость какая? Хроническая. А, ну, сила прогрессирующая. Первичная. Первичная. Марина молодец. Вот это главная характеристика. Неизлечимая. Употребление, да, это всего лишь симптом. То есть, сама-то болезнь, она, наверное, в разные периоды выбирает разные вещества. Ну, например, могу ответить на... Немножко поговорить на твою тему, да. Стоит ли себя идентифицировать как наркомана, как алкоголика? Ты знаешь, в определенном периоде моей жизни наркотики стали лекарством от алкоголя. Ну, потому что употребление алкоголя, оно отличается тем, что очень трудно делать какие-то дела, да. Ну, практически невозможно. То есть, вся жизнь превращается просто в такой запой, да, то есть, как бы... И ничего туда больше не влезает, в этот запой. А с наркотиками немножко другая история, да. То есть, с определенными наркотиками можно жить, работать, да, делать что-то. Особенно, там, во времена моего употребления, когда мало вообще кто понимал, в каком состоянии находится человек. Я думаю, да, что стоит сконцентрироваться на том, что есть неизлечимая болезнь. И она в разные периоды своего развития, да, ну, создает нам разные проблемы. Иногда они касаются непосредственного употребления тех или иных веществ. Иногда эти проблемы касаются внутренних состояний, которые тяжело проживать. То есть, ну, на самом деле, да, что такое вообще все вещества? Это обезболивающее. Ну, многие зависимые говорят о том, что очень тяжело остановить гонки, да. А алкоголь отупляет. Он выключает этот механизм. И зависимые чувствуют себя более или менее сносно. Да, расплата жестокая, да, после этого всего. Но, тем не менее, функция выполнена, да. То есть, как бы, все остановилось в голове. Все стало ровно. Если бы не последствия после употребления, можно было бы сказать, что это просто лекарство. Но мы знаем, что мы все приходим в выздоровление, когда обретаем определенные последствия употребления. То, что нас приводит на реабилитацию, на группу, вообще к решению что-то делать. И голова так устроена, что кажется, что есть еще какой-то резерв. Еще не все. Еще, ну, это не дно. Дно это как-то вот поглубже. Да, причем у каждого зависимого, даже если окружающим очевидно, что это дно. У зависимого все-таки есть еще аргументы. Не зная, Денис, что сказать тебе еще в этой связи. Я думаю, что тут, наверное, важно быть честным с самим собой. Ты произнес, проблема наркомании решена. Но вот у меня вот это утверждение вызывает иронию некую. Но что такое честность с самим собой? Ведь никто же никого не заставлял употреблять поддувом пистолета, правда? Мы делали это сами. И каждый раз, когда мы пробовали новые вещества, что мы себе говорили? Спасибо, Владимир, наркоман, за то я просто старая. Я так себе говорил, что я просто старая и молодец, когда я перешел с алкоголя на наркотики. Ну, с одной стороны, а еще? Я как наркоман попробовал, да? Да, это не будет проблемой. То есть, самая большая ложь, да, я понимаю, что это серьезная тема, да, но я смогу остановиться. Понимаете, да? Когда у меня появятся первые проблемы, я остановлюсь. Но когда они появляются, выясняется, что это сделать невозможно. Сейчас на группах, ну, есть такое слово «зависимый». Да, раньше люди представлялись по-разному, да, то есть алкоголики, наркоманы. Сейчас есть такое общее, да, то есть, как бы определение «зависимый». Не знаю, хорошо это или плохо. Вопрос идентификации, наверное, да, то есть, ну, алкоголикам, наверное, алкоголикам, которые не пробовали наркотики вообще никогда, наверное, очень тяжело понять состояние наркоманов. Ну, наркоманы более счастливые люди в этом отношении, потому что все наркоманы хотя бы изредка пробовали алкоголь, да, поэтому могут понять алкоголиков. То, что тут важно понимать, да, это свои внутренние ограничения. Ну, потому что алкоголик, который считает, что проблема наркомании для него решена, может, например, поэкспериментировать с обезболивающими. Жизнь здесь, жизнь, она иногда, ну, иногда нам делают операции, иногда появляются боли какие-то, да. И я знаю людей, которые, ну, слово «тромау» вы все знаете, да. Или терпинкот. Ну, это лекарство же, да. Так что я бы на твоем месте задумался, подумал бы более глубоко на эту тему. Ты понимаешь, вот, ну, как бы прозвучала проблема наркомании решена. Проблема зависимости, она не решена. Ее невозможно решить полностью. Потому что Марина сказала, да, я, ты молодец на самом деле, что болезнь неизлечимая. Мы не говорим о том, что употребление остановить невозможно. Мы не об этом говорим. Мы говорим, что даже в периоде ремиссии, да, нас посещает определенное состояние. С которыми мы сами сделать ничего не можем. Нам нужна помощь. Это касается страхов. Это касается проживания стресса. И есть одно условие, которое нам необходимо помнить для того, чтобы, ну, выход был вообще в принципе. Понимаешь, Ярик? Так, тут где-то должна быть большая книга. Вот она. У меня очки в машине, но тем не менее. Да, вот в этой книге изложены инструкции. В том числе касательно контакта с силой более могущественной. И может быть, тебе стоит еще раз внимательно эту книгу прочитать. Потому что здесь есть слова о том, что эта сила, она обязательно поможет. Но есть одно условие. Ты не помнишь, какое? Жень, не помнишь, какое? Если мы будем искать ее. То есть смысл этих слов, да? Если она мне нужна, она мне необходима, потому что я не могу проживать какие-то состояния, вот так вот, ну, просто сказать себе, я не буду бояться, да? И все. Мне нужна помощь высшей силы в определенные периоды. Задача. Чтобы был контакт, я должен ее искать. Если я ее не буду искать, никакого контакта не будет. Вторая характеристика контакта какая? И, Гиш, какой должен быть контакт с высшей силой? Контакт с молитвой. Мишина, команда, осознанная. Осознанная. Нечувственная. Никакой-либо другой. Осознанная. Понимаете, да? То есть, соответственно, и поиск высшей силы должен быть осознанным. Вот не получится, ну, понятное дело, да, собственно, да, что хочется, чтобы все было само собой. Ну, вот, один раз как-то определиться. Есть высшая сила, она мне помогает. И на этом все. Да, то есть, как бы, и дальше можно свалить на нее вообще все свои проблемы. Да, то есть, как бы, обижаться, что проблема не решается. Ну, смотри, в книге же сказано, что контакт должен быть осознанный, а ты ждешь чувств. Если бы там было сказано, что контакт должен состояться на уровне чувств, то тогда имело бы смысл об этом говорить. Ну, тут ничего не написано по поводу чувств. Тут написано по поводу осознания. Ну, простая практика, прохождение программы. Вы все с этим сталкивались, да? Вы отвечали после первого шага на два вопроса. Да? На какие? Денис, помнишь? Кто помнит? Да. Второй шаг. Существует сила более могущественная, чем моя собственная? И второй вопрос. Верю ли я, что только сила более могущественная поможет мне вернуть не чувство приятное, не что-нибудь другого, здравый смысл, да? То есть, как бы, в практике той программы, которую вы проходили в самом начале, есть два простые вопроса. Высшая сила есть? Или ее нет? Потому что, если ее нет, тогда все остальное не имеет смысла. Да? Если человек, ну, он говорит, высшей силы нет, все, это тупик, никакого третьего шага не будет. И дальше вопрос номер два. Если она есть, ну, если человек признает, что она все-таки есть, она все или ничего? Точно? Внутри есть такое ощущение, что она все? А у тебя? не особо. Что не все. Часть есть, но не все. Не все еще могу перепоручить. Ну, это вопрос практики. У кого есть опыт? Как вот происходит это припоручение? Сиди, сиди, сиди с места. Я хотел поделиться такой ситуацией, ну, была на той неделе, буквально я дежурил. А до этого, ну, у меня было похожее состояние, как у Ярослава. И в момент, ну, я почувствовал, ну, пустоту внутри. Ну, мне прямо стало больно, страшно и одиноко. И, ну, время было уже, ну, ночь, около трех ночи. И просто здесь, находясь в терапии, я начал молиться. Произошло следующее. Я потом обращался с этим консультантом, я почувствовал прям наполнение в себе. Ну, вот прям что-то, ну, вот слышу, прям начало, ну... Что-то начало происходить, да? Что-то начало происходить со мной. И мне стало легче. Да, у меня потекли слезы, но вот это чувство одиночества, страха и боли, оно куда-то ушло. Ну, и прям я, я почувствовал, что-то со мной начало происходить. На прошлой лекции Сережа, а, кстати, где он? Ага, отдыхает. Делился, вы помните, да? Похожие истории, да? То есть, как бы, люди свидетельствуют о том, что если эту силу искать, да, что если практиковать определенные моменты, то ситуация меняется. Но только если искать и практиковать. Ты не помнишь, как ты учился кататься на велосипеде? Помню. Помню. На велосипеде я учился кататься. Как это было? Расскажи. Трудно. Ну, падал, вставал, падал, вставал, набивал ссадины и все равно вставал и продолжал. Пока вот все вот это вот происходило. До того момента, когда ты в первый раз поехал и понял, что ты можешь управлять велосипедом. Какие чувства ты испытывал? Страх, недовольство, что я падаю. Какое-то, может, раздражение даже. Было такое, я никогда не научусь кататься на велосипеде, да? У всех это было, вы говорите. Вот все умеют, ну, как бы, все мои сверстники уже катаются, а я никогда не научусь. Не было такого у тебя? У меня было. Ну, у кого было еще такое? Часто встречающаяся история. Но, тем не менее, практика делает чудеса. Если нужны уточнения на твой вопрос, да, то есть, если, ну, направление, мне кажется, понятно, да, то есть, как бы, если есть какие-то уточнения, ты что-то хочешь еще спросить, говори, потому что я не знаю, что сказать еще вот на эту тему. Я, в принципе, понимаю все, что вы сказали. Понимаю. Может, просто это период такой с переезда, это вот у меня началось с переезда, напряжение, и все, у меня как будто все закрылось. те действия, которые предпринимал раньше, да, и которые, мне перестали работать. Вот и все. Интересная история. По сути, ничего не изменилось. Изменились стены. То есть, смотрите, как сильны привычки. То есть, чуть поменялась обстановка, и все как-то, да, то, что раньше было легко, стало трудно. Ну, вообще, человеческое поведение на 80% состоит из привычек. И вы легко можете это на себе проверить, когда будете чистить зубы, возьмите щетку в другую руку. Вы сразу все поймете. насколько это сильная вещь. Все просто. На самом деле, я тебе благодарен, Ярик, за вопрос. Он достаточно открытый, потому что вот, чтобы искать каждый день. Высшую силу нельзя найти один раз. И на этом все. Ее нужно искать каждый день, в каждом следующем действии, где она вообще, где этот здравый смысл, о котором идет речь в книге. у нас есть инструмент, который выполняет эту функцию, это 11-й шаг. То есть, с практикой это становится как с велосипедом. То есть, однажды появляется ощущение, что все, я как бы, я начинаю чувствовать эффект 11-го шага. Но до этого момента, кажется, я никогда не научусь. Вот люди говорят, там 11-й шаг, тролли-вали, я не испытываю этого, и, наверное, ну, либо я, со мной что-то не так, либо все это выдумки. По поводу 11-го шага. Логическая, наверное, сторона этого вопроса очень простая. Если вы делали первый шаг, ну, те, кто делал первый шаг, основательно. Там был блок, который назывался бессилие. Но на самом деле это ключ ко всей остальной программе. Потому что если бы не было этого блока, можно было бы сказать, сказать, что вот этот поиск контакта с высшей силой и не нужен. что можно обойтись без этого. но но есть блок бессилия. Если он написан по-человечески, или даже если он не написан, у тебя еще не написан. Написан? наполовину. Я думаю, что тебе будет легко его дописать, потому что 20 лет употребления это хорошая основа для того, чтобы этот блок написать как полагается. О чем этот блок? Он о моих попытках остановиться. Этот блок о том, он не о том, что я хочу и употребляю. Он о том, что я хочу остановиться и не могу. и если это так, если я сам не могу, тогда выбор очень простой. Либо я буду искать высшую силу, которая может вернуть мне здравомыслие, либо мне конец, а об этом говорит блок неуправляемость. Очень простой выбор. Блок неуправляемость дает силы в сегодняшнем дне делать 10, 11, 12 шаг. Потому что рабочая часть программы это именно это. До 10 это все о прошлом. Не находите? Это то, что было. А то, что есть сегодня, это 10, 11 и 12. Говори. А как же 6? Не 5 тоже остается. 6 7 каждого дня просит убрать? Можно, можно, проходи. Подоплеку 10-го шага, это работа на 6-й дне. Ну, они же не сегодня появились. Они остаются в сегодняшнем дне. если бы их не было, да, то есть, если бы все черты нашего характера имели бы правильный размер, не произошло бы той трагедии, которая произошла. правда в том, что она произошла именно потому, что есть дефекты. Что такое дефект? Повторяю часто, вот часы, да, там есть шестеренки. Если шестеренка очень маленькая, не по размеру, да, то она просто не будет зубчиками зацепляться с другими, и часы работать не будут. Если она очень большая, она не влезет на свое место. Так вот в программе дефект это либо недостаток, либо переизбыток. Десятый шаг. Мы продолжали самоанализ и как только допускали ошибки, сразу признавали это. То есть, тут ключевое слово продолжали. Продолжали это означает что? Не прекращается он, понимаешь? И в десятке анализируются дефекты. Правда? Когда мы видим свои ошибки, что это предполагает просто увидеть их и все? Да, я ошибся. ну, бывает, да? Так что следующее? Какое следующее действие? Надо учиться на них. Это было бы круто, если бы мы могли учиться на своих ошибках. это было бы очень круто. Я бы очень хотел. Я как сначала первым. Проанализировав их в ситуации, просто замечать, более замечаемых в каждой ситуации и можем приостановить, не допускать эти дефекты. Не то, что не допускать, а может быть, не так. мы только что говорили, может Женя скажет. Когда мы обнаруживаем свои дефекты, мы молим Бога об этом, чтобы он избавился от дефекта. Я ответил на вопрос, почему 10, 11, 12 это рабочая часть программы. Потому, что это об этом, понимаешь? 64-я, да? Я не вижу. Прочти последний абзац. Совершенно очевидно, что жизнь, наполненная ощущением недовольства, бессмысленна и лишена счастья. Позволяя недовольству овладеть собой, мы безрассудно расходуем то самое время, которое могло бы быть истрачено на что-нибудь полезное. Для алкоголиков, чьи надежды связаны с сохранением и ростом духовного опыта, недовольство особенно нежелательно. Как мы выяснили, оно смерти подобно, ибо, питая это чувство, мы загораживаемся от сияния духа. И тогда безумие алкоголя возвращается, и мы снова начинаем пить, а для нас алкоголь это смерть. Безапелляционно, да? То есть мы применяем вот эти три шага с одной целью, чтобы избавиться от чего? От недовольства. Очень интересная история, следующий абзац на 65-й странице. Будь добрый, Игорь. Для того, чтобы жить, мы должны освободиться от злобы. Стоп, стоп. Точный перевод от зла. Обиды и злоба не для нас. Они могут быть сомнительной роскошью, которую могут себе позволить люди нормальные, но для алкоголиков они яд. Второй раз сказано яд. Яд, смерть и так далее, да? То есть смотрите, вот здесь в этих двух абзацах описаны два убийца. Первый убийца это алкоголь. Там написано, что это смерть. А второе это злоба, недовольство, неудовлетворение. Да, то есть слово зло, да, оно впитывает в себя множество понятий. это разные вещи, это не просто там негодование, да, в каком-то моменте. Жалость к себе это зло, отчаяние зло. Что есть? Чувство одиночества это что? Давай подумаем, это зло или нет? Зло. оказывается, что все это появляется, когда мы допускаем недовольство в своей жизни. То есть мы недовольны многими вещами. Сегодня я три раза слышал недовольство прямо вот, да, переезд. Но по умолчанию болезнь действует так. Мы недовольны. Мы недовольны разными вещами. Другими людьми, обстоятельствами, собой, миром в принципе. Потому что почему-то, да, у нас есть идея о том, что если бы от нас зависело устройство всего сущего, мир был бы другой, он был бы лучше. Возникает масса вопросов в этой связи. Но смотрите, там сказано, что мы тратим свое время, время своей жизни. Вот в каждой неделе у вас есть всего 112 часов. 16 часов в день. это время можно по-разному потратить. Проживая это время в недовольстве, мы рискуем, что потерять? Там написано, там немножко высокопарно, сияние духа, но на самом деле мы рискуем потерять вот этот осознанный контакт. ну и есть простое лекарство, которое ты можешь делать столько раз вообще вот это упражнение, сколько захочешь. 10 благодарностей. то есть этот инструмент можно применять не один раз в день, а столько, сколько необходимо. Давай попробуем прямо сейчас сделать эксперимент такой, а вдруг это сработает. Скажи, пожалуйста, в сегодняшнем дне, не во вчерашнем, за что ты можешь быть благодарен? Я могу быть благодарен быть, что я в тепле и не на холоде. Там очень холодно. Там я могу быть благодарен тому, что я сыт. Я могу быть благодарен то, что я сегодня звонил, разговаривал с родными, услышал голос. Я могу быть благодарен вам, Валерий Владимирович, что вы приехали сегодня и дали лекцию, вы даете лекцию в данный момент нам. Я могу быть благодарен потому, что я выспался сегодня. Пять. Я могу быть благодарен тому, что я вообще нахожусь сейчас на данный момент в реабилитоновом центре, а не варюсь, как я варился дома. Я могу быть благодарен сегодня, что я сделал зарядку сегодня. Да. Я могу быть благодарен, что я два раза перемыл терапию сегодня. Качественно. Первый раз некачественно. А почему ты благодарен за это? Новички могут не понять тебя сейчас. Потому что я почувствовал самоуважение потом внутри такое, что я это сделал, и ощущение было плоты как-то такое у меня. Приподнятости. Что я сделал? Я же мог этого не сделать. Ну, конечно. Ещё две. Ну, надо ещё две. Я благодарен тому, что у меня сегодня хорошее состояние, ничего не болит. Угу. Я благодарен сегодня, что я поговорил с консультантом, и он мне выравнил моё состояние. Десять. Что изменилось? Я почувствовал то, что я не просто прожил этот день, может быть. Угу. А по поводу контакта с высшей силой ничего не изменилось? Я благодарен Богу, то, что он помогает мне пройти может быть этот этап жизни. Смотри. То, что мы сейчас попробовали сделать, это то, о чём я говорил в самом начале. Если мы будем искать его. Вот сейчас была попытка искать его. И недовольство, да, которое по умолчанию. Мы с ним просыпаемся, да, базовое состояние. Мы просыпаемся недовольными агностиками. И чтобы что-то изменилось, нужно сделать некоторые упражнения. Я, например, очень хорошо понимаю суть благодарности, которые были озвучены. Потому что не было бы РЦ, не было бы никакой зарядки, второй уборки, да, не было бы никаких консультаций. Не было бы дел, возможно. Ну, кроме определенных. То есть, это упражнение позволяет вот эту задачу выполнить, наладить осознанный контакт со своей высшей силой. потому что то, что должно быть по умолчанию, написано в блоке бессилия и в блоке неуправляемости. А все остальное это чудо. Или я не прав? Не мы можем сами без помощи высшей силы. Это то, что мы могли сделать со своей жизнью. вот практический пример. Программа работает только если ее делать. Если ее не делать, она тоже работает, но не для вас. у меня осталось еще два непростых вопроса. Непростых с точки зрения объема. Вопрос Богдана. У вас, наверное, есть такое ощущение, что процесс реабилитации это постоянный стресс? На самом деле нет. На самом деле те, кто здесь больше месяца понимают, что какие-то события ожидаемы. И есть причинно-следственные связи между происходящим и эмоциональным состоянием. Есть некая уверенность в том, что завтра подъем будет 7.45. Да? 8 у вас. Кто украл 15 минут, а? И то, что завтра будет возможность сделать зарядку. во всяком случае, надежда такая есть. Да? И то, что никто не останется голодным. и что если нужна будет помощь, она придет. Ты, Богдан, абсолютно прав. Да? И Игорь, например, может это подтвердить. Там стресса гораздо больше. Но ты уже кое-что умеешь. смотри, амбулаторная программа создана таким образом. Наташ, ты чего? А, ну, окей. Только не сбейте Артема, а так все. Надо, чтобы вы выпустили, да. Ничего, ничего. Я не потеряю мысли. значит, все проблемы, которые у тебя будут возникать, да, то есть, там, по выходу отсюда. Это бесценный опыт. Для чего? Вот ты вышел на первый свой амбулаторный день. Ну, конечно же, это очень волнительное состояние, да. Такое, такая эйфория даже, да, где-то. Значит, ты, у тебя есть план действий, которые, несмотря вообще ни на что, ты должен выполнить. Да, за это можно держаться. Дальше ты получил практические результаты вот этого плана. Что произошло потом? Ты вернулся обратно на стационар. И эта система тебя снова отформатировала, понимаешь? Ты собрал опыт. То, что получилось, то, что не получилось, но, во всяком случае, здесь все постоянно. Ведь здесь же ты в порядке. Ну, по большому счету, уже, да? То есть, далее что происходит? Ты анализируешь ошибки, получаешь рекомендации, выходишь на два дня. что-то происходит, да? Что-то получается, что-то не получается, да? Если в течение этих двух дней ты почувствовал, что тебе очень плохо, не обязательно ждать, пока они закончатся, ты можешь вернуться, и все. То есть, таким образом ты не приперт к стенке. У тебя есть степень свободы, понимаешь, да? Потому что здесь с тобой все будет хорошо. Вот такая вот история. Проходит время, больше практического опыта, а любое новое дело для зависимого человека это стресс. Любая новая обстановка, вот смотрите, всего лишь переезд. Ну ничего такого на самом деле не произошло, сверхъестественного. но переживаний была куча, да? Я думаю, что следующая неделя сотрет у вас вот этот вот след, понимаете, да, вот этих вот переживаний и тревог. Потому что есть рабочий процесс, есть определенные дела, их надо делать, ну и собственно говоря, все. ты понимаешь какая история? С одной стороны, страх нам спасает жизнь. С другой стороны, когда он в переизбытке, он жизнь блокирует. Откуда он появляется? Это же наработка, правда? В употреблении это же, мы же совершали ошибки и в каждой ошибке самое страшное что? Поэтому нужны были целые схемы, да, как не допустить того, чтобы эти ошибки повлияли на мою жизнь. Эти схемы всегда в будущем. понимаете, да? И некоторое время, иногда несколько лет, голова, если ее не перепрограммировать, она нас загоняет в будущее. и мы резонно испытываем чувство страха. Этот вопрос, а что будет, если и все? Еще ничего не произошло, еще завтра не наступило. Но как только этот вопрос попадает в голову, голова начинает искать варианты. причем исходя из того, что написано в книге, да, варианты всегда негативные. Задача. Чтобы страх не блокировал жизнь, да? Да, ты очень верно подметил. Ты пытался идти навстречу, но они никуда не исчезли. Ну, наверное, какие-то может быть притупились, но исчезнуть совсем они не могут. Понимаешь, да? Ты можешь выделить из этих страхов, да, с помощью дневника чувств, те, которые имеют непосредственное отношение к твоей жизни, которые ее блокируют. Вот многие пишут в первый раз, там, в четверке, во второй таблице страх высоты. Ну, у меня он тоже есть. Нормальный человеческий страх, да? Поднимите руку, кто занимался промышленным альпинизмом или чем-нибудь подобным? Вот для вот этих людей, если эта профессия станет профессией жизни, возможно, этот страх актуален. Для меня нет, я не собираюсь заниматься понимаешь, да? Ну, я его испытываю, как только попадаю, например, там, в лифт стеклянный, со стеклянным полом, там, на 14-м этаже. Неприятные ощущения для меня. Но я знаю, что делать. Нужно смотреть не вниз, а куда? Вверх, и все. И все проходит. с парашютом я прыгать тоже не собираюсь, поэтому, как бы, но пока не предполагается, я не знаю. Жизнь штука непредсказуемая, и в ней очень много иронии. Вот, но на сегодняшний день нету в планах. Так что попробуй разобраться. Часть из этих страхов просто результат вот того механизма, который ты принес из употребления. Понимаешь, просчитывать, а что будет, а что будет. Когда ты начинаешь их видеть и рассматривать пристально, уже на этом этапе многое меняется, и многие из них перестают иметь какую-то силу. Прозвучало, да? А что, если не получится? Ну, мы с тобой, по-моему, не первый раз на эту тему говорим. такой же страх был в самом начале процесса. А что, если не получится? Ну, получилось же. То есть, все-таки есть какая-то надежда на то, что что-то обязательно получится, что-то не получится. Но это всего лишь предмет для анализа и поиска выхода из этой ситуации. Вот и все. и у тебя всегда есть возможность вернуться сюда. Если тебе стало плохо. я так понимаю, что мы еще не раз на эту тему будем разговаривать, потому что она неприходящая. осталась тема Игоря. Я тебя попросил еще раз озвучить вопрос, потому что я уже даже не четко помню. Спасибо, Игорь, наркоман. Третий шаг. Как понять, что он реально работает в моей жизни, как не выкид своей воли, понимать, что я иду по воле Бога, скажем так, перепоручил полностью на самом деле, на основании чего я могу сказать, что я перепорочил на основании каких действий возможностей или чего-то. Второй момент, на каких шагах или на каком шаге следует сделать акцент после срыва, чтобы восстановить этот фундамент, который был, заново создать и работать дальше. Учитывая, что есть знание программы, учитывая, то как понять, где я ошибся простым языком? Спасибо. Ты ошибся в кресле и в кабинете Вардана Сангеловича. Помнишь этот момент, нет? Самый день, когда мы с вами разговаривали, когда вы предлагали автасно чертить. Второй вопрос, на каком шаге сосредоточиться? На первом. То есть, исходя из того, что было сейчас, понимаешь, какая история? Это тоже, наверное, требует обращения за помощью вот этот вот принцип честности с самим собой. Мы имеем дело с фактами, мы не имеем дело с домыслами. Понимаешь? Вот по факту то-то, то-то и то-то. У тебя был план, у тебя было видение, да? Ну, собственно, теперь тебе нужно весь этот опыт превратить в факты. Вот чем отличалось твое видение и конкретика. потому что, ну, и все встанет на свои места. Это ответ на второй вопрос. Касательно принятого решения припоручить. вот в третьем шаге ничего больше не требуется, кроме принятого решения. В одной из версий решение это избранный, кто помнит, путь нет, 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 Артем, помоги, старая школа. Решение это избранный путь действий. Кошмар какой. Избранный путь действий после обдумывания. вот что такое решение. Избранный путь действий после обдумывания. то есть в третьем шаге ничего не требуется, кроме вот этого направления. А дальше идут действия. Ты понимаешь, ну, насколько, как понять, да, то есть вообще как понять, что твоя программа работает. Ну, ты трезвый сегодня и живой. Это означает, твоя программа работает. Насколько хорошо, это второй вопрос. Этого достаточно для того, чтобы быть трезвым в системе реабилитации. Но недостаточно для того, чтобы быть трезвым к твоей обычной жизни. То есть та работа, которую тебе нужно будет сделать, да, привести свою программу к такому результату, чтобы она была эффективна в твоей обычной жизни. Что это означает? Это означает, что, ну, просто ждать от реабилитационного центра, да, что это произойдет само собой, я в процессе, и так далее, и тому подобное, ну, наивно. Ставь себе задачи, ориентируясь не на то, что происходит здесь, а на то, что тебя ожидает в твоей обычной жизни, и что является фактами. Ну, а как, конечно? это очень просто на самом деле, я просыпаюсь утром в базовом состоянии, я не хочу идти на зарядку. Я себя спрашиваю, вот, если я сегодня не пойду, откажу зарядку как-нибудь, ну, можно сказать, что что-нибудь прихватило, ты придумаешь, ты врач, ты придумаешь. если я не сделаю этого сегодня здесь, будет ли у меня шанс сделать это дома? Время для письменной работы. Начинает рубить прямо, вот, да, вот с ручкой в руках начинает вот этот вот процесс, да, мучительный. Можно пытаться, да, а можно сказать, я не понимаю, что хочет от меня вообще мой консультант, ну, и проболтать это время. Вопрос, что будет, если я окажусь дома с тетрадкой и ручкой? Если я сейчас не могу ничего написать? Ничего не будет. скорее всего я даже ручку в руку не возьму. Ну, и так с каждым действием. С каждым. Если меня посетило состояние недовольства, базовое состояние, и я с ним ничего не делаю, что будет, если я буду находиться не в идеальных условиях реабилитации, они идеальны с точки зрения сохранения трезвости, а в своем обычном рабочем графике. Сколько времени мне понадобится, чтобы возненавидеть жизнь в принципе? Немного. то есть, если я не делаю ничего сейчас, с чего я взял, что я это буду делать там? Откуда у меня практика возьмется? реабилитация? Если даже в идеальных условиях реабилитации, где под каждое из этих действий зарезервировано определенное время, я этого не делаю. Откуда у меня уверенность, что я смогу сделать что-то там? Но, скорее всего, я ничего не смогу сделать, и без селения управляемости. Все просто. Плюс, я повторюсь, рабочая часть программы, 10, 11, 12. Вот непонятно 12 зачем, да? или понятно? Смотрите, три руки сразу же. А я не увидел, кто первый. Давайте с Богдана начнем. в этом есть смысл. Женя, твой вариант. Согласен, и в этом есть смысл. я тоже хотел сказать про наполнение. Наполняешься с пустоту, которая у тебя даже если есть, внутри наполняешь. Да, потому что в этот момент это и есть освобождение от эгоцентризма. Твой вариант? Спасибо, ну, лишь отдаваем и получаем. Ну, это, в общем, что мы получаем? Освобождение от своего недовольства, неудовлетворенности эгоцентризма. Игорь. Спасибо, на команду. Появление духовного в принципе на деле фактически это есть на осте шаг. Совершенно верно, это подтверждишь. Того, что приобрел процесс реабилитации на осте шаг. Ответ на... Смой слова. Это уже действие. Ответ на твой вопрос по поводу третьего шага. Как убедиться, вот так и убедиться. В этой книге я попробую без очков. здесь нету перевода один в один. Смысл последней части программы, она заканчивается на сотой странице, да, работая с другими, называется, глава. Билл писал, что работа с другими гарантирует. Не просто там предлагает или там именно это слово прописано. Гарантирует трезвость тому, кто это делает. теперь немножечко взрослая история. Я, наверное, делаю ошибку, что цитирую постоянно книгу, потому что, мне кажется, вы все должны были ее прочесть и прочесть внимательно. Выясняется, что как-то не очень с этим. Ну ладно, бог с ним. Есть разница быть в программе и быть в сообществе. Вот все зависимые делятся на три категории. Первая категория самая большая. Употребляющие. Те люди, которые прямо сегодня употребляют наркотики и алкоголь. Их больше всех. вторая категория. Нет, неупотребляющие. Это те люди, которые в сообществе, но по программе не делают ни черта, потому что, простите меня, просидеть на группе и даже физически на группе, на самом деле в своем телефоне, это не работа по программе. и поболтать с друзьями после группы в чайной, это тоже не работа по программе. Это быть в сообществе, да, среди людей, которые, возможно, кто-то из этих людей работает по программе, да, но это не работа по программе, это просто присутствие в сообществе. и есть выздоравливающие. Их меньше всего. Это те люди, которые и в сообществе, и работают по программе. Понимаете, да? Почему их меньше всего? Да потому что на какой-то момент боль уходит. проблемы решаются. Люди начинают размышлять, может быть, в моем случае болезнь излечимая, потому что я больше не чувствую того, что чувствовал там год назад, два года назад, три года назад, десять лет назад. У меня другие проблемы. Я обычный человек, мне надо больше работать. Да? и вроде я не в программе, я в сообществе, но все в порядке. Меня не посещает там состояние тяги, мне не хочется покончить жизнь самоубийством там, или еще что-нибудь. Ну да, есть неприятности. Ну, есть недовольство, да, ну разве его нет у обычных людей? Мы с вами читали, сомнительная роскошь для людей, для нормальных людей, да, у них есть недовольство. то есть они могут себе позволить, это ни к чему не приведет, да, то есть как бы, ну, собственно, неупотребляющими люди становятся, переходя из категории выздоравливающих, забивая на свою программу. там выход, собственно говоря, такой очень сложный. Выхода на самом деле всего два. Признать боль, которая неизбежно накапливается, и становится ее уже не спрятать, ее не объяснить рационально и вернуться в программу или пройти через опыт срыва, получить боль и если человек остается в живых, он тоже возвращается в программу. Первый вариант требует, ну, наверное, очень высокого уровня честности по отношению к самому себе, и все-таки, наверное, я так предположу, что это, скорее всего, люди, у которых осталась система поддержки, у которых не потерян контакт еще с теми людьми, которые в программе, потому что чаще всего, да, то есть, вот эта вот честность, она основывается на обратной связи людей, которые говорят, слушай, что ты хотел вообще? Ты когда был вообще последний раз на группе? Мы с тобой последние три года ни разу не говорили ни о шагах, ни о программе, мы говорили о чем угодно, об отдыхе в Аргентине, там, о новых опциях твоего автомобиля, о том, как несовершенная женщина оказывается, но ни разу о программе. Когда ты последний раз делал десятый, одиннадцатый шаг? Когда ты последний раз открывал книгу? Чего ты хотел? Ну, такая вот история. необычная, да, история. Есть очень немного людей, которые способны в определенной точке своей жизни сделать этот шаг, вернуться в программу. Потому что имиджевые моменты, да, вот, ну, как человек там с двенадцатью годами признает, что он в полной заднице, ему нужна помощь, и ему нужно снова проходить все с самого начала. это очень тяжело сделать. Это очень тяжело сделать. лет. А вот 10-12 лет? Ну, потому что изредка этот человек на группах говорил о выздоровлении, о том, как у него как у него все хорошо. Я с вами подспонсорным говорю, чтобы они расслабились. Никто давно уже не помнит, что ты говорил три года назад. Больше тебе скажу. Никто уже давно не помнит то, что ты говорил на группе вчера. и если ты не привозишь усилия, через месяц никто вообще не вспомнит, как ты выглядишь. Так что не стоит особо переживать по этому поводу. Но вот это время, которое мы проживаем в состоянии недовольства, вот что губительно, вот что печально. Представляете себе? Всю жизнь прожить в состоянии недовольства с перерывами на одурманенное каким-либо веществом состояние. такая перспектива это как? Чтобы этого не произошло, имеет смысл потрудиться? интенсивно, чтобы приобрести навыки выходить из этого базового состояния каждый день, причем так, чтобы это было похоже на то, как вы сейчас катаетесь на велосипеде, а не на то, когда начинали. Понимаете, да? Ну, по-моему, очевиден, выбор очевиден. Вас не переезд должен беспокоить. Вас должны беспокоить моменты, которые у вас не получаются в работе по программе. Для этого эти лекции, поэтому я вот такой формат, я же не знаю, какие я вопросы от вас получу. Для меня это каждый раз стресс, потому что иногда бывают вопросы, на которые очень тяжело ответить, тем более, что их, слава богу, не один, мне это радостно, их два, три, бывает пять. такой формат вам позволяет заполнить некоторые пробелы, которые возникают, потому что вы, наверное, видели мои лекции в записи, там нет возможности задать вопрос по ходу дела, да? Этим они хуже, чем вот такого рода лекции. Собственно, что, Аташа? Ничего? А, походи. Собственно, я ничего не забыл? Я ответил на все вопросы? Точно? Сколько у нас, Артем, по времени? Я так не могу сказать, у меня много разных файлов. Много разных файлов. А мой телефон, сколько времени сейчас? А, вот же часы. Семь. Так, без пяти. Ага. Сегодня как-то быстро мы уложились. Ну, а вот. Акьи. 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 Я думаю, да, что нас меняют только две вещи. Возвращение. Не было бы никакой надежды. Да, в самом начале мы учимся работать по программе, ищем высшую силу только потому, что больно. Есть еще и вторая вещь, которой надо прийти. Это может быть очень долгий путь. Эта вещь называется любовь. Но чтобы ее себе позволить, нужно много сделать. Потому что в программе это не просто слова «я тебя люблю», их очень легко сказать. Она, наверное, в поступках. И двенадцатый шаг, он еще и о том, чтобы научиться любить. Так вот как-то, наверное. Ну, потому что перспектива прожить свою жизнь, не поняв, что такое любовь, она тоже как-то, мне кажется, не очень привлекательна. Я сейчас не о сексе, вы понимаете, да? Я о любви. А то и о любви, которую вы чувствуете или, может быть, не чувствуете от своих родителей или близких. Ну, потому что они есть в вашей жизни. Да, вот знаете, разрыв отношений – это когда нету ничего. Ни ругани, просто люди не общаются. Вот это все, это все кончилось. Понимаете, да? Иногда, ну, там, ссория, да, не ассоциируются с любовью, да? И у каждого из вас был момент, когда вы испытывали чувство по отношению к своим близким. Но, понимаете, важно в этом во всем только одна вещь. Что им на вас не наплевать. Потому что, если бы им было на вас наплевать, мы бы с вами не разговаривали сейчас. И сейчас на секундочку, просто на одну секундочку, представьте себе, насколько тяжело любить конкретно вас. Тут сразу отпадает вопрос «За что?». Он просто отпадает. Неуместен. То есть, ваши близкие и… Вот как-то так. Задел. Может быть. Может быть. Я все время пытаюсь сделать так, чтобы то время, которое вы проводите в центре, не прошло напрасно. Мы иногда о взрослых вещах говорим. Не о детских совсем. У вас есть реально возможность сделать то, о чем я говорил. Можно поставить себе цель. И вот такого рода цель, да, если она действительно вот отсюда. Это то, что помогает меняться. То, что помогает вставать утром, делать свою работу, выходить на ветер, понимаете? Делать вот это упражнение. Причем, есть одно условие. Эти 10 благодарностей не должны быть похожи на те, что вчера. Они должны быть другими. Понимаешь? Пытаться что-то осознать, понять. Потратить свое время. Выбросить из головы апелляции к своему возрасту. Я слишком молода. Или, о, я слишком стар. Все, что мешает. И все получится. О чем думаешь, Марина? Марина наркоманка. Потому что это очень мало. Год. И нужно сделать все, чтобы к этому не вернуть. Вот прям. И это хорошо, что я так рано здесь. Я рад это слышать. Я рад это слышать. То есть вспоминаю на ваших лекциях очень часто, как я приехала. Чаще, чем... Не, ну, может быть, это полезно. Не знаю. Смотри. Вот то, как ты приехала. Это прямое доказательство того, что вот сейчас... Сколько у вас сейчас точно человек? 20? 27 человек. 27 человек, да? У вас здесь 27. Мы считали, ну, Ленинака не считали, да? Каждые 4 минуты в России умирает зависимый. Каждые 4 минуты. У кого-то никогда не будет шанса попасть в реабилитационный центр. Ну, по разным причинам. Кто-то не попадет в хороший реабилитационный центр. Я таких видел много. У меня вопрос к вам. Почему вы? Угу. То есть зачем-то вас выбрали вот там. Почему именно вас, я не знаю. У нас лекция шла. Мы начали в 15.30. Как-то не верится мне, что так мало времени прошло. Или нормально? Нормально. Что, Денис? У меня вопрос. Вопрос? Давай. Правда, у меня сейчас есть умейники, обидятся на меня, что занимаю время. А обидитесь реально? Нет. У меня такой вопрос. Я уже, наверное, дней 5 варюсь в этой ситуации. Не могу определить. В понедельник, она произошла в понедельник. Математическая группа. Когда Владимир, консультант, спросил, что нас устраивает в этом доме, что не устраивает, Наташа сказала, что, отдавая обратную связь, она сказала о том, что здесь не хватает какого-то личного пространства, чтобы убежать от всех, на пару минут прийти, там, собраться с мыслями, чуть-чуть реанимировать себя и продолжать работу. На что получил обратную связь от Владимира о том, что вот это твоя болезнь тебя накручивает, ты стремишься к тому, чтобы выпить, отойти. У меня на тот момент, ну, я тоже самое хотел сказать, когда до меня дошла очередь, потому что мне действительно этого не хватает на пару минут просто прийти в себя, как бы, отстраниться от всех. Зная, какую Наташа получила обратную связь, я в голове додумал за Владимира, что он мне ответит то же самое. Решил, что мне не стоит высказываться о своих реальных чувствах, чтобы не выхватывать вот этот негатив. Все это прорационализировал и попытался съехать на сарказм и отшутился, что тоже сработал мой дефект. Мне не отпускает вот эта мысль, насколько я правильно поступил. Поступил по-старому, додумав за человека, за Владимира, что он мне может ответить, я отшутился. Либо мне нужно было все-таки тоже сказать, что мне беспокоит, что мне действительно не хватает каких-то там пару минут, чтобы побыть из своего особого дефекта. А группа была тематическая? Да. То есть тематическая группа предполагает собой обсуждение. Да. Ну, цель группы – прийти к какой-то правде. Да. Ну, тогда ответ очевиден. Ну, это бы же, это не решило бы то, чего бы я ожидал. И я просто выхватил вот некий негатив на ответ, Владимир. Не негатив, возможно. Да. Негатив. Ты говоришь о неприятных чувствах. Нельзя сказать, что неприятные чувства – это негатив. Нет, негатив – это бы, чтобы я не услышал то, что я хотел бы реально. А, ну, опять же чувства, да? Да. Не называйте чувства негативными или позитивными, потому что это очень сильно забивает. Они есть приятные и неприятные. Негативные бывают последствия. Если говорить о негативных последствиях, к ним приводят негативные поступки, которые чаще всего совершаются с приятными чувствами и с такими же приятными мыслями, ну, что я тебе хочу сказать. Ты лишил себя возможности поразмышлять. А как быть в жизни, когда нет личного пространства? Потому что такие ситуации могут возникнуть. Ну, оно на самом деле есть, это личное пространство. Просто не в таком количестве, как было на Ленина Кане. Когда его стало меньше, то есть комфорта стало меньше, да, то есть как бы напряжение стало больше, и Володя намекнул на то, что как-то, да, что в этом вопросе было требование. Дайте мне больше личного пространства. Я хочу больше личного пространства. А еще знаете, какую пулю бывают пускают зависимые? Вот это вот вообще перл, да? Я когда слышу вот эту вот апелляцию, это негативно влияет на мое выздоровление. Очень смешно звучит. То есть вообще, если бы ты задавал вопрос немножко по-другому, да, вот, Женя, когда задавал свой вопрос, я с первого раза ничего не понял. В чем вопрос? Такую же ошибку люди делают на группах? Ну, тема, своеволие. Своеволие что? У каждого высказывающегося, там, 3-4 минуты. Своеволие есть, своеволие нет. Там, что такое своеволие? Ну, много разных вариантов, да. Человек уходит с группы недовольный, потому что не получил ответ, а никто не понял вопрос, понимаешь, да? То есть твоя задача, а ты это умеешь делать, да, выяснять для себя определенные моменты, понимаешь? Можно было бы задать Владимиру вопрос, а почему вот это вот жевание большего количества личного пространства, да, играет на руку болезни. Ну, да, 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 да. Что-то я хотел вам в этой связи сказать. Ответы, которые мы предполагаем и не хотим услышать, потому что, потому что, потому. Эти ответы, бывает, спасают жизнь. Ну, вот у меня было, у меня прочное отношение с врачом, которая сейчас, ну, она управляет межрегиональным центром по инфекционным заболеваниям, да. И у нас хорошие отношения. Я обычно сдавал анализы, она мне по телефону говорила то-то и то-то. Ну, типа, ты, конечно, начни уже что-то делать. Я говорю, конечно, большое спасибо. Обязательно. Обязательно. Те, как врачу, это понятно, да. Ну, то есть, можно еще, вторая стадия фиброза, можно еще жить. То есть, ну, как бы, не болит же ничего. Вот однажды она мне не дала ответ. Да, она сказала, я типа телефону ничего не скажу, приезжай. Я услышал то, что было неприятно. Она говорит, 23 миллиона на море, четвертая стадия. Два года. Второй год, постельный режим. Ну, очень неприятная такая вещь, да. Я говорю, есть варианты? Она говорит, вариантов нет. С твоим генотипом вариантов нет. Ну, неприятные же чувства, да? Ну, вот, особенно вот этот второй год. Постельного режима. Это было в 10-м году, я ей очень благодарен, потому что сейчас 19-й. Год Пегасиса – это ад на Земле. Это реально ад. Но было очень неприятно. Год и три месяца. Не могу даже описать, насколько было неприятно. Ну, иногда вот такие известия, иногда такая информация неприятная спасает жизнь. Потому что, если бы я ее не получил, я понятия бы не имел о том, что вот так обстоят дела. Ну, чудеса, как всегда чудеса. Ну, например, мне сказали, что если у меня нагрузка не упадет через три месяца, мне отменят препарат. И она не упала. А я, прожив вот эти три месяца со всеми этими температурами, выкручиваниями суставов, там, с расчесаным телом, с нарывами, с кашлем, насморком, потерей веса на 15 килограмм. Ну, понимаешь, да? С отдышкой постоянно, я думаю, ну и зашибись. Ну, можно будет точку поставить. Этот человек, который, собственно, мне эту новость принес, он говорит, обычно мы, если на трех месяцах не падает ничего, отменяем. Но в твоем случае мы попробуем еще месяц. Чудо, на четвертом месяце она стала ползти вниз и упала до нуля. Слава Богу. Слава Богу, но ты понимаешь, да, что такого, ну, как бы, так редко бывает. Редко бывает. Ну, я вас прошу относиться к этому с уважением, потому что иногда люди думают, да, что если везло постоянно в жизни, да, что если высшая сила спасала, да, то можно делать все, что угодно, и она будет спасать. Я думаю, что это моя догадка, я не знаю, да. Ваше самое ценное качество – это то, что только вы можете помочь зависимым, которые еще страдают. Когда-нибудь, когда представится возможность. Когда-нибудь. Игорь, я верю в это, потому что, если бы я в это, ну, я не знаю, я не могу другого объяснения найти тому, что я стою сейчас перед вами. С неампутированными ногами, с достаточно, ну, хорошими показателями на здоровье, исходя из той жизни, которую я прожил. Если бы у чудового логика, то логика чудового логика столько-то происходит. Наверное. Я верю в то, что пока, там, в силу моих скромных возможностей мне это удается, ну, вот, собственно, я еще нужен. Если удается, я не знаю, я не могу оценить это, это, ну, как бы, оценивается, наверное, где-то вот просто так. Жив, значит, да. Жив, значит, да.